Приветствую вас дорогие друзья, у микрофона Александр Медведев и сегодня мы посмотрим матч Кубка ФК Универ, бывшая лига, сезон весна 2019, встречаются команды Гепард и команда Вивакап. Положение турнирное на данный момент такое, что Вивакап идет на первом месте 17 очками, за ним класс тоже 17 очков и Гепард с 14 очками на третьем месте, но у класса есть еще игра в запасе, то есть мы понимаем, что потенциальный лидер это класс, а вот здесь Гепард в случае победы догоняет команду Вивакап и я думаю очень захочет это сделать, постарается приложить все усилия, тем более у команды за плечами, неудачное выступление на чемпионате Афу, аматорская футбольная лига Украины, Гепард как наш осенний чемпион поехал на эти соревнования, но и выступил не так, как многие от него ожидали, хотя сами игроки Гепарда говорят, что это очень интересный опыт для них был хороший, но все-таки реноме Харькова, особенно успешное выступление Вивакапа в прошлом сезоне, который занял первое место сходу, как бы немножко пострадало, все ожидали большего от Гепарда и в том числе я, ну что ж, ничто не стоит на месте, чемпионат продолжается и посмотрим, как Гепарда у меня новые вызовывают, сегодня игра с Вивакап с очень сложным серьезным соперником и может быть Гепард сегодня настроится и докажет своей игрой, что у команды все в порядке, в психологии это была какая-то временная неудача, в общем ждет нас на мой взгляд интересный поединок, все началось с атак Вивакапа, но опасных ударов пока еще не было, давайте ознакомиться с действующими лицами, кто сегодня у нас будет на площадке появляться, кто сегодня будет создавать зрелище для вас, уважаемые зрители, выбивать приходится вот так Александр Поживодько мяч и Вивакап очень здорово начал, пока правда без удара по воротам, начнем с команды Гепард, которая выступает традиционно в оранжевой форме, только черные гетры у них, в воротах Максим Хребунов, номер один, номер девять Александр Поживодько, номер семь капитан команды Андрей Туплий, номер пять Гири Петренко и номер двадцать два Владислав Багликов, ну такая стартовая четверка, футболистов даже пятерка, если учитывать вратаря, уже традиционно для Гепарда, Виталий Адигов ничего не меняет, доволен действиями своего старта, Неплохой момент, Головень оказался первый на мяче, здесь Дуплия оттирает, замятина, передача, на подстраховке положи, хорошие моменты получились, но Головень в очередной раз показывает свою стартовую скорость, новичок и Вивакап усилил команду, я считаю, и вот сейчас он создал первый момент. Продолжим знакомство с составами, команда Вивакап, в традиционной своей форме, зеленые футболки, черные шорты, черные гетры, в воротах Руслан Положий, также Валерий Замятин номер семь, номер десять Александр Головень, номер девяносто пять Максим Панасенко и номер двенадцать Константин Скалати. Можно назвать эту четверку ветеранской, два главных ветерана Константин Скалати и Валерий Замятин в ней играют. Вот так вот решил Роман Пирадзе, тренера, да, Роман Пирадзе тренирует Вивакап и Виталий Одегов команду Гепард. Очень быстро переходит в контратаку Вивакап и Замятин, я вижу, набирает форму. Совсем недавно он еще был игроком первой лиги Краматорского авангарда. Ну и сейчас уже играет снова у нас на нашем турнире, в этот раз в команде Вивакап. Очень жесткий подкат от Скалати Я против Дупри Я, ну Костя любит и умеет играть пожестче, в этот раз Андрей Дупри пострадал. Прихрамываем, покидает площадку и смена у Гепарда, вторая четверка появляется на паркете. Давайте знакомиться со второй четверкой Гепарда. Номер 12 Тимур Саишев, также номер 3 Иван Литвинов, номер 11 Дмитрий Халин и номер 23 Максим Логинов. Такая подвижная молодежная четверка, вторая у команды Гепард. А вот Вивакап, вторая четверка, полностью студентов Национального университета Каразинского она состоит. И давайте знакомиться. Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить сборную ХНУ, которая попала в четверку сильнейших команд Украины. То есть у нее есть шанс повторить успех прошлогодний, когда они выиграли титул чемпиона Украины среди студентов. Сейчас они попали в четверку и как раз-то вот эти ребята добивались этого успеха. И давайте я вас с ними познакомлю, для тех, кто не знает. Хотя уверен, что большинство из смотрящих этот матч знает всех игроков Уивакапа. Все-таки команда титулована и эти ребята себя проявляют уже не первый сезон хорошо. Ну ладно, давайте начну оглашать этот список. 21 номер Антон Масленников, номер 19 Илья Терентьев, номер 9 Владислав Васильев, то есть, прошу прощения, номер 8 Владислав Васильев и номер 7 Евгений Пугач. Такая вторая четверка очень мощная она выглядит вообще-то. Посмотрим, сможет ли она обыграть вторую четверку Гипарда. Васильев, Пугач, Пугач может один в один попытаться обыграть. Пугач подправленного мяч пробивает и вовремя на подстраховке Иван Литвинов. Хребунов с мячом начинает атаку своей команды. Сайшев отдает Литвинов. Литвинов не проходит его передачу, читается Пугач и обратная контратака. Очень быстро переход к контратаку Уивака. Пугач снова попытка пробить, снова блок от Ивана Литвинова. Нравится мне сегодняшняя игра. Вивакап хорош в контратаках. Но и Гипарда, я уверен, отсиживаться не будет в обороне. Пугач снова Евгений с мячом. Грает просто через Масленникова. Васильев, Пугач. Не удалось обыграть Халина. Не представил я вам еще арбитров. Также одни из важнейших действующих лиц. Обслуживаю сегодняшнюю встречу Сергей Ващук и Денис Куций. И партсмену сделал. Первая четверка снова выходит на паркет. По крайней мере, три из четырех игроков первой четверки уже на паркете. Пока что только Дмитрий Халин остался. Ну и видно, Одегов боится за вторую четверку. Видно, не понравилось Виталию Одегову, как вошла в игру вторая четверка. Терентьев против него Петренко. Сколоти, Терентьев убирает под левую ногу. Может и слевая пробить, но Петренко блокирует этот удар. Пока что все удары заблокированы. И Гепарду особо не придеремся к игре в обороне. Панасенко на Сколотия. Сколоти в центр смещается, играет на Замятина. Замятин, скрытая передача на Сколотия. Костя борется, но мяч теряет. Можно контратаковать. Поживочка, два в один выход. Поживочка нет. Отпустил мяч Александр. И вводит, положит сразу на Сколотия. Можно пробивать. Сколотия нет. У меня лучшее решение на набегающего Артема Головня. Сейчас становится 1-0. Но я говорил, нравится мне контратаки в локапах. Все очень быстро, четко выполняется. И вот уже Гепарду надо отыгрываться. Посмотрим, как будет справляться с этим команда. Багликов играет в край на поживотко. Петренко. Ошибается Петренко, Панасенко. Перехватывает мяч, но сам в отрыв не пойдет. Максим сохраняет мяч. Головень. Замятин. Панасенко. Ну хорошо сбалансированные сейчас четверки у Романа Пиратзе. И вот до чего доходит. Хорошая атака. Сброс на Панасенко. Панасенко в касание бьет. И Хрипунов выручает свою команду. Ну здорово смотрится Вивакап в этом сезоне. По сравнению с прошлым сезоном, когда команда в четвертьфинале проиграла. Сейчас Роман Пиратзе подобрал новичков, которые ему нужны. И снова все в порядке с игрой у Вивакап. И на мой взгляд это одни из главных фаворитов на титул. Хотя чемпионат стал интереснее. Добавилась команда Симбол. Хорошая передача Дупли мог решать момент. Так вот, добавилась команда Симбол. Вивакап стал поинтереснее. И Гепарду, который, напомню, на данный момент является лучшей командой Кубка ФК Универ. Победил он в осеннем розыгрыше. Очень сложно будет повторить свой успех. Нарушение правил. Петренко нарушил правила на Максиме Панасеньке. Не грубо, но фол был очевидным. Разыграли этот штрафной. Головень сбрасывает. Ошибается Артем. Но и по животикам не сориентировался, что делать. В общем, мяч остался у Вивакап. Касание. Панасенько пробивал. Не точно. Не стесняется Панасенько пробивать издали. Почему бы и нет? Основа по животикам ошибается. И можно, наверное, поговорить о выступлении Гепарда на чемпионате Афлу. По крайней мере, то, как я его увидел. Я смотрел большинство матчей команды. И могу сказать, что, например, Александр по животикам очень слабо отыграл этот чемпионат. И вот сейчас, в сегодняшней встрече, он тоже не впечатляет. Кто понравился, но я думаю, это ни для кого будет не секрет, Андрей Дупли был настоящим лидером команды, который на себе тянул ее. Но все-таки до высшей лиги он ее не дотянул. Вот интересно посмотреть, как изменится игра после чемпионата Афлу у игроков Гепарда. Литвинов, кстати, неплохо себя проявил. Вот по животикам, да, я слабенько сыграл. Это факт. Смена у Гепарда. Попытка пробить от Терендиева. Все заблокировано. Здесь перехват. Но не получается никак у Гепарда выйти в контратаку. Васильев хороший удар, плотный, но по центру. И Хрипунов на месте. Хрипунов, кстати, тоже не лучшие игры показал в Житомире. Именно там чемпионата Афлу проходил. Было несколько очень слабых игр в исполнении Максима. Это, кстати, тоже, наверное, не последнюю очередь не позволило Гепарду выступить лучшим. Ну что ж, Хрипунов лидер. И все понимают, что вратарь это полкоманды в футзале. Если его ошибки, они сразу же замечаются. Положий играет на Пугача. Прессинг от Гепарда. Ну, вторая четверка поподвижнее у Гепарда. И может она себе позволит такую роскошь, как прессинг. Но нужно быть аккуратным. Все-таки вивокап. Молодежь вивокапа очень здорово выходит из обороны в атаку. Тюрьянчев, пробрался себе мяч. Не успевает немножко Илья. И для Гепарда все легко обошлось. Сайшев. Ловинов будет ли убегать? Нет, Максим бежал-бежал с мячом и отдал его в аут. Но не хватает уверенности, что ли, игрокам Гепарда? Я бы не сказал, что техническая оснастка у них или физическая форма хуже, чем у игроков Вивокапа. А вот уверенность, может быть, даже где-то понимание. Вот этого не хватает. Васильев здорово под левую. Все знают, что он будет под левую уходить. Но, тем не менее, Владислав всегда это делает очень успешно. Рикошет сейчас будет угловой. Как угловой разорвает вивокапа. Посмотрим. По-моему, это первый угловой для вивокапа в этом матче. Очень просто, незамысловато. Терентьев. Передача сразу на Васильева. Не дошла. И как будет выходить из обороны Гепард? Сайшев. И выбивает мяч Ряпунов. Пока не удается Гепарду выйти из обороны в атаку из-под плотного прессинга в Вивокап. И эта проблема была. Не сегодня она появилась. Не все в порядке у Гепарда с выходом из обороны в атаку. Чего не скажешь о вивокап. У них все гораздо лучше. Как подвижно, легко ребята перемещаются. И есть осмысленность в их действиях. Пугач. Здесь ошибка техническая в первую очередь. Ничего сверхъестественного. И снова смена. Первой четверки у нас на паркете. Багликов. Филипп Таркин появился. Под номером 8 в составе Гепарда. Перехват от Масленникова. Пробивает сейчас Замятин. Снова заблокировали этот выстрел. Таркин вместо Пожеводька появился на паркете. Видите, и Виталий Одегов видит игру так же, как и я. Неудачная смена от Пожеводька закончилась тем, что Александр оказался на скамейке запасных. Ну, Филипп Таркин. Игрок опытный. Игрок, который любит силовую борьбу. Я не думаю, что он должен испортить особо кашу в первой четверке. Вот сейчас Филипп с мячом. Переводит мяч на Багликова. Неудобно Владиславу Таркин. И все. Неудачное исполнение. Но в основном вот Гепард из обороны выходит в первую очередь благодаря Дуплию. Андрей Дупли себя очень здорово предлагает под передачу. Выполняет роль Столба. И цепляется за большинство мячей, которые партнеры ему направляют. Обрезка. Таркин. Мяч у Дуплия. Дуплия может пробивать. Заблокировали его удар. Ну, так. Полумомент, можно сказать. Таких полумоментов у Вивокап уже было много. Таркин в Касане пробивает. И этот удар заблокировали на всякий случай, как говорится. Хребунов. Петренко. Петренко на себя берет. И поставил корпус Максим Панасенко, Юрию Петренко. Но не в пределах правил. Дупли. Дупли цепляется за мяч. Двое на нем. Очень сложно Андрею. Но, тем не менее, угловой. Вот то, о чем я говорил. Вот благодаря Андрею Дуплюю выходы из обороны у Гепарда кое-как получаются. Ну, что же, за розырыш будет? Непонятно. Петренко. Юрий с мячом. Против него Панасенко. И постоянно идет сразу подстраховка игроков Вивокапа. Успевают они переместиться. И даже если ты одного из них обыграешь, сразу второй рядом. Гепард не всегда так плотно играет. Хотя тоже стараются придерживаться принципа подстраховки. Тут ничего не скажешь. Петренко хорошая передача, скрытая. Багликов ее не ожидал. Но Юрий Петренко это очень такой интеллектуальный футболист. Человек, который больше всех скрытых передач отдает. И его связка с Андреем Дуплием это, безусловно, один из козырей Гепарда. И вообще приход Юрия Петренко. Как раз-то я знаменовал тот чемпионский сезон для Гепарда. Первый для Юрия Петренко и первый же сразу чемпионский. Хорошо все разыграно было. Хрепунов выручает добивание, блокирует Таркин. Да, здорово на себя стянули Головень с Фанасенко. Игроков оставил одного, получается, с Калатия. И у Кости был хороший шанс. Нужно было немножко, наверное, сыграть похитрее, подсечь мячик. Особенно зная склонность Хрепунова к тому, чтобы выбегать из ворот, стелиться под все мячи. Но Костя понадеялся на свой удар. Удар у него действительно хороший, но попал он во вратаря. Фанасенко. Не прошла стенка. И тупли, тупли. Выход практически один на один. Будет ли это выход один на один? Да. Но с угла неудобно было бить. Положи огромнейший вратарь. Вивакап вышел, сократил угол. И бить, наверное, уже было практически некуда. Можно забрасывать на Петренко. Будет ли заброс? Нет. Дошел мяч. До Багликова. Не, прошу прощения. Это Литвинов был. Но Иван так и не пробил. Но Гепард не думает сдаваться абсолютно. Игра подвыровнялась. Хотя, повторюсь, ее окап мне нравится больше. Дальний удар Багликова. Но это на удачу скорее. Такие мячи вратарь пропускать не должен. Тем более, мне кажется, по ложе ему очень сложно забить издалека верховым ударом. У него антропометрия позволяет вынимать мяч из девятки. Ему гораздо проще забить мяч в район ног. Где-то между ног попасть. Литвинов сейчас выбивает мяч. Ваут. И вторая четверка на паркете. Что у Гепарда, что у Вивакапа. Восемь минут до конца первого тайма. 1-0. Впереди Вивакап. Напомню, после гола Артема Головня. Сайшев. Переводит мяч на Литвинова. Литвинов в край. Там уже все перекрыто. Медленно работает Гепард. Нужно немножко быстрее врываться в свободные зоны. Предлагать себя. И в принципе работать на скорости с мячом. Статично действует Гепард. Как по мне. Хотя это как посмотреть. Может это смотрится на фоне Вивакап статично. Но тем не менее, играют они с Вивакапа. Нужно поподвижнее. Вот опять Халин затянул. Можно было в краю уже находиться Айшева. Бежать под стеночку. Или что-то в этом роде. Логвинов на себя тянет. И на нем уже два человека в зеленой форме. Остается мяч у Гепарда. Литвинов. Можно создать остроту. Передача до Логвинова не доходит. Это было неплохо. Но Пугач очень грамотно, интеллектуально сырал в обороне. Перекрыл самую важную зону. И выбил мяч куда подальше. Литвинов. Через край не получается атаковать. Халин. Сайшев через Хрепунова. Хрепунов. Халин. Есть зона у Сайшева. Сайшев. Какая передача. Шикарная. Можно решать. Это было очень опасно. Отмечу пас Тимура Сайшева. Логвинов сделал в принципе все хорошо. Но мне кажется бразилец в этой ситуации наверное бы на замахе убрал бы вратаря под левую ногу. И бил бы ближний угол. Логвинов сыграл по-украински. Принял и плотно пробил. Но по ложи очень большой вратарь. И сложно ему вот так вот в упор забить. Хорошая атака от Гепарда. В принципе вот побольше бы таких. Не волчилось Литвинову отдать пас на Халина. И перехват. Мяч будет у Вивакапа. Давно Вивакап мы не видели в атаке. Гепард можно сказать перехватил инициативу. Может много опасных моментов он не создает. Но вот что сейчас. Пугович набирает скорость. Удар не попадает. Он в ближний угол. Это будет угловой. Огрызнулся Вивакап. И посмотрим чем все закончится еще. Короткая стенка. Не проходит. Литвинов хорошего отбора. 4 в 3 ковр атака. Литвинов надо только хороший пас отдать. Нет. Пас не очень хороший. Очень сложно вот так вот все быстро рассчитать. Понять как быстро бежит твой оппонент. И отдать пас на скорости. Это действительно мастерство. И его сейчас Ивану Литвинову не хватило. Продолжает в первой четверке выходить Филипп Таркин. Поживочка на замене. Значит, Таркин неплохо себя проявил. Можно, наверное, такой вывод сделать. Багликов. Отдает передачу. Разрезает центр. Не очень быстро это делает. Петренко. Приходится вот так Юрию Петренко играть. Но играет он хорошо. Передача на дальнюю штангу. Головин на месте. Сколотину. Костя тоже не смог сориентироваться. И вот так вот. Серия выносов от двух команд. Ошибка от Замятина. Ну, много вот таких моментов. Сколько уже передач в свободную зону. Хочет быстрее Гепард разыграть. Действительно, это правильное решение. Медленно не получается атаковать. Приходится вот такие передачи обостряющие давать. Не всегда они будут точными. Это понятно. Но вот одна из них от Сайшего прошла. Я думаю, все ее помните. Петренко, вот это шикарно, Дупли. В этот раз подсекал мяч и снова положит без всяких ошибок играет. Да, связка Петренко-Дупли это то, что может всегда принести успех. Разыграли. Сейчас хорошо. Скидка. Сколоти будет ли бить? Нет. Отдает пас на Замятина. Замятина съели. Три-в-ва выход. Замятин будет ли фалить? Не будет. Багликов. Багликов на дальнюю штангу. Дупли, Перуновичи. Это был супер момент. Дупли такие в основном всегда реализуют. Вот и такой рваный ритм игры очень-очень на руку Гепарду. Вот он может в этой мутной водичке, обрезок, контратак, выловить свой гол и сравнять счет. А вот Роман Перадзе правильно взял тайм-аут. Надо ему со своими подопечными побеседовать. Нельзя в таком режиме продолжать играть, иначе три очка уплывут. Показывает Гепардцу. У него такая игра и была в прошлом чемпионском сезоне. Она такая вязкая от обороны. Когда команда не дает играть, сама не играет, и сопернику не дает играть. И Дупли где-то может на ровном месте забить гол. Петренко дать передачу. Кто-то взорваться индивидуальным мастерством. И вот сейчас похожая игра на чемпионскую. И посмотрим, чем закончится это сегодня для Вивака. Хотя, повторюсь, пока что подопечный Роман Перадзе выиграет 1-0. Но выровнялась игра. Доминация Вивака стартовая, она уже прошла. И игра, можно сказать, равная. Хотя вот такие моменты Дупли и должен забивать. Не думаю, что у него много таких моментов еще впереди в этом матче. Поэтому уверен, будет он локти кусать Андрея, если сегодня его команда очки не возьмет. Но посмотрим. Вот как раз-то все это интересное впереди. И Головень переводит мяч на Панасенко. Сколотий. В край Головень, здесь Таркин. Но борьбу проиграл. Не ударилось Артему прострелить вдоль ворот. Хорошая атака темповая от Вивака. Ну а вот Гепард снова злоупотребляет бросами на столба. Малоподвижная первая четверка у него. И это сказывается. Очень тяжело выходить из обороны в атаку. Начинает Виокап. Хорошая передача от Замятина. Тоже он умеет. А здесь Петренко на месте на дальней штанге. Доиграл за своим. Тоже Замятин великий мастер. Может не в самой лучшей форме сейчас Валерии. Валерии именно физической. Но видение площадки, техника при нем, естественно. Сколотий пробивает Дупли и блокирует удар. Главой для Виокап как разыграет. Набегает Панасенко. Пробивает и Хрипунов вручает свою команду. Хороший удар от Панасенко. С двух ног Максим бьет, если я не ошибаюсь. В этот раз с левой. Сколотий возвращает. Хорошая комбинация какая прошла. Но продолжение не последовало. Пришлось Замятину мяча убивать из-под ног. Мне очень понравилась задумка. Прессинг от Багликова. Панасенко отдает, уходит. Длинная передача. Хрипунов первый на мяче и забирает его Максим. Но в темпе все было сделано прекрасно. Виокапом. И в свое время на верховая передача от Замятина была. То есть Гепард иногда отдают длинные передачи, но они как-то не смотрятся. А вот здесь все четко. Прям на ход. Мяч направлялся. И не хватило немножко совсем. Вторая четверка у Гепарда на паркете. Халин. Мяч попадает в руку Артему Головню. Это нарушение правил. Сайшев падает на Хрипунова. Хрипунова показывает технику. Возвращает Сайшеву. Тимуру надо что-то придумывать. Убежит ли Тимур? Да нет. В прекрасной форме находится Евгений Пугач. И от него так просто не убежишь. Передача на Пугача. Пугач и Логвинов. Но Логвинов тоже отличается скоростными данными. Хорошими. Успел он за Пугачем. Васильев. Начинает атаку в ВВАК. Хорошая передача. Пугач. Вот Пугач выделяется. Во второй четверке многое на себя берет. И в принципе чаще всего по делу. Кто-то должен на себя брать инициативу. Это вполне нормально для футзала. Особенно если он чувствует в себе силы для этого. Вот во второй четверке Пугач пока что наиболее активный. Положи на Масленникова. Пугач. Спокойно играет Евгений. Переводит мяч. Уходит в край. Получит и передачу. Немножко не точно. Не рассчитал силу Терентьев. И мяч до Пугача не дошел. Ловинов едва не ошибся. Или все-таки ошибся. Но доборолся Максим. Ряпунов играет на Литвинова. Литвинов в окружении двоих. Что сделает Иван? Борется до последнего. Но борьбу не смог выиграть. Первый тайм. Подошел к концу. 1-0. Впереди команда Viva Cup. Я думаю, нас ждет не менее интересный второй тайм. Поэтому далеко от своих экранов не отходите. Через небольшую паузу мы возвращаемся в эфир.